ПОДЪРК ПОДЪРК ПОДЪРКИЙ 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 ПОДЪРК Окроп! Я... Я просто не знаю. Мне так нужно было идти. Настасья Задорина, актриса редкая, одинковая, до того ж теплая. Усе лавры отдая режиссерам. Высокородна, ничего не скажешь. И она одна из лепших актрис Гомельского областного драмтеатра. Характерная, неповторная, непросказальная, дым и текавая. Не ошибаюсь ли? Вот точно, по лицу, Александр Андреевич, вы ли? С сомнением смотрите от ног до головы. Неужели так меня три года изменили? Я полагала вас далеко от Москвы. Давно ли? Нынче лишь. Ой, надолго. Как случится? Настя Змоленство варилася у театральном соку. Дитя актеров у Владимира Шевякова и Натальи Задориной. И она не одразу. Али все-таки развеяла миф про то, что природа отпочивая на детях талентов. И показала свету у своей особи артистку неординарную. Дочь прекрасного актера, великолепного, которого, к несчастью, уже нет в живых. Папа Владимир Шевяков очень хороший актер был у Московского камерного театра. И замены ему в театре потом не было. К сожалению, в 2010 году его не стало. Я по нему очень скучаю. Так как мы в последнее время жили далеко друг от друга. Он жил в Москве. И виделись не так часто. У меня складывается иногда такое ощущение, что мы просто не видимся. А он там есть. А мы просто... Просто я не езжу к нему, а он ко мне. А папа мой был прекрасным человеком. Очень талантливым артистом. При том, что у него никогда не было профессионального образования. Нигде так сложились обстоятельства. Нигде не учился. Но вот у него, видимо, откуда-то свыше был дар. И мне кажется, вот эта трудоспособность, которая во мне есть, и постоянное стремление учиться дальше, не останавливаться на достигнутом, это вот у меня от него. Потому что он своей работой, своим трудом, он, конечно, очень много достиг. Вот я говорю, что в последнее уже время он жил в Москве, работал в камерном театре. Потом очень как-то быстро появился в нашей семье Алексей Михайлович Пучков, отчим мой. Я не могу сказать, что он прям заменил мне папу, но то, что он сыграл огромную роль в моем воспитании, вообще в моей жизни, это безусловно. Наверное, видя, что мама не несчастна, ну, то есть она не одинокая, она счастливая, появилась Сашка, и как-то, ну, семья была полная. Наверное, тоже это что-то в голове в этой детской моей было какое-то переосмысление. Семья, семья, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Поэтому мы тусни, куда приткнуться, не было. Выходить на сцену, радовать публику, это было закладено на генетичном узровне. Я думаю, в этом узросле вельми хочется опынуться в образе некой дивной эфемерной особой, обовязково романтично узнеслой, такой, как Афелия. Это зараз, уже с опытом, на дворот я тягне сыграть человека с суседнего двора, простого, безнешнего трагизма, але вельми цикавого и багатого на эмоции. Але першые я спробовали далекие ад романтизм. Первый раз, когда я вышла на сцену, меня вынесли, вернее, я этого не помню. Потом, я смутно помню, в Таллиннском театре я выходила в роли мальчика из похоронного бюро в спектакле «Самоубийца». У меня была коса всегда, и мне ее так туда куда-то под какую-то шапку укладывали, и я играла мальчика такого, упитанного. Первая роль в этом театре, это была выездная сказка, причем я еще не работала в театре. Так сложились обстоятельства, что студенты были заняты, они уезжали на сессию. Поскольку сказку эту ставил Бычков Алексей Михайлович, он как-то вот предложил, и дирекция пошла навстречу, меня туда ввели. И я играла, опять-таки, кстати, поросенка Борю. Вот у меня первые две роли, которых я помню, были мальчуковые. Я никогда не пряталась за фамилиями ни папы, ни мамы. Дело в том, что может возникнуть ощущение, что детям в актерской семье им немножко легче. В театр берут, роли дают, ничего подобного. Но, во всяком случае, не наш случай. В том смысле, что, может быть, даже было немножко сложнее, потому что было такое немного предвзятое отношение. Поначалу, что, ну, конечно, своих взяли, сейчас будут роли давать. Нет, не было такого. И очень долго приходилось доказывать, что ты можешь, чего ты можешь. Доказывать, что тебя не за мамы с папой взяли, и какие-то роли ты получаешь. И вообще ролей не было долго. Сколько? Ну, так, конечно, навскидку сложно сейчас уже вспомнить. Ну, наверное, первая такая роль, действительно большая, была в Пигмалионе, у Монаковой Лидии Алексеевны. Это было уже, наверное, лет, спустя лет восемь-девять, как в театр. Ну, конечно, были главные роли в сказках, где-то там какие-то спектакли. Очень много мы обслуживали тогда Чернобыльскую зону, выезжали, выездные так называемые спектакли. Были, но такая большая роль в таком, тем более, материале классическом, в зарубежной классике, все-таки Бернард Шоу. Да, наверное, Пигмалион был первым. То есть достаточно долгий срок, почти 10 лет. Потом был Декамерон, потом был Ревизор. Я не понимаю. Я никогда не знала, что за любовь. А чего вы отодвигаете сюда, а? Нам будет хорошо, если мы будем сидеть близко и друг к другу. Чего ж ты близко, хорошо и далеко. А чего ж ты близко, хорошо и близко, а? Воч на этом пику популярности, и бы працавать и працавать в Ломельском театре, Алияна Прима нестандартная Рошень и покидает театр. Это был 2060 год. В тот момент невозможно было оставаться в театре. Я бы не хотела углубляться в причину. Мы все прекрасно ее, наверное, знаем в театральных кругах. Ну, я не видела себя в театре под руководством того директора и художественного руководителя, который в тот момент пришел. И я понимала, что даже если я останусь, я не смогу работать под его началом. Это был бунт? Это был не бунт. Почему бунт? Нет, ни в коем случае. Вы поймите, бунт – это когда мы протестуем против чего-то и хотим это изменить. А мы понимали, что это изменить невозможно. Поэтому просто было принято решение уйти и не завязываться с этим. Потому что ведь остались люди, которые с этим боролись много лет. В конечном итоге, ну, я уж не знаю, насколько победили или не победили. Но я ни в коем случае не жалею, потому что Могилевский, ну, в меньшей степени там всего год отработали. Вологодский театр дал, конечно, школу колоссальную. И тот репертуар, который там удалось, случилось поиграть, конечно, это можно только мечтать о таком. Спасибо большое режиссеру, который меня рассмотрел, увидел, поверил и доверил много интересных ролей. Я наличусь в этой здоровой, корыстной для всех артистов ситуации. Кали ты, разумеючи, что неким чином починаешь простоевать у своим театры, можешь завсюду потребливать себе у форме, иметь смахчимость працавать с новыми режиссерами. И хотелось спробовать и рызыковать. Кали она кидая себе урозные жанры, урозные театры, урозные эксперименты. Еду. Когда? Сейчас уж и лошади готовы. Возьми меня с собой. Нельзя мне, Катя. Не по своей я воле еду, дядя посылает. Я только отпросился у дяди, хотел хоть с местом тем проститься, где мы с тобой виделись. Анастасия разумела, что саправдный театр завсюду замешивается на захоплень, любови и глубинных идеях. У саправдным театры усе ровны. И, окромя тягина мастацтва, ничего иншага нема. Кай кто-то си вырвался наперед. На сцене гэта немае значэнне. Глядашь, глядзить на артыста незалежна адрегалей и досягненнем. У Вологде, куды занесла Настю и ее семью, гэта ровность присутничала. Калиб, не боя ее, ты достали себе уголовную ролью в спектаклях «Ночь перед колядами», «Гамлет», «Навальница», «Дон Жуан», «Вор от розума». Ну, будет с меня. А вот, поезжай с боком. Ну, ступай скорее, ступай. Стой. Не надо. Довольно. Прощай, Катя. Прощай. Вернулась я на Угомель после змены кировництва. Вернулась я до новых ролев, до раннейшей труппы. Теперь, коли пришли инши часы, я на знову рветство в бой и працуев полную силу. И не лишить режиссёров дымюрхами, які лепят за актёров, что хочуть. Тому, что не завсюду еде за ими заплющенными в очима. Я могу, ну, не то что позволить, а я считаю нормальным, хороший такой, ну, не спор, но какой-то процесс такой сотрудничества с режиссёром. То есть это не только там режиссёр сказал «так», и я как марионетка выполняю. То есть если у меня, как у актрисы, возникает какое-то своё видение в этой там роли или в этом эпизоде, мне хочется попробовать, то я считаю вполне нормальным и режиссёр, ну, в каком-то смысле, там, может быть, даже если он не согласен, поспорить, попробовать. Даже если режиссёр маститый? Нет, дело в том, что вы поймите, что я могу согласиться, если это не вписывается в концепцию режиссёрскую. И как бы я попробовала, и режиссёр мне действительно доказал, что да, это, ну, здесь нужно по-другому. Поэтому я могу объективно отнестись к этой ситуации и сказать, да, извините, всё попробовали, не подходит. И отказаться там от своего мнения, от своего вот какого-то такого вот видения. И пойти за режиссёром во благо спектакля. У меня когда было по молодости, когда мне казалось, что эта героиня не такая, что вот она, у неё другой характер, что нужно её по-другому играть. И я помню, что с режиссёром даже спорила и вредничала, конечно, и настаивала на своём. А потом, когда вышел спектакль, я пыталась играть по-своему, в какой-то момент я поняла, что я вразрез со спектаклем. И это не во благо было этому спектаклю. И я в какой-то момент себя переборола и решила, что да, режиссёр был прав, она вот, нужно поменяться. И поменяла. На кон актёрских неудач Настасья лишит, что яны повинны быть. Яны ведомо тяжко переживаются. А ли яны и есть рух. Як только всё становится добро, тебе хвалят и облизывают, ось тут и починается профессийная смерть. Видеть кого-то в том, что у тебя что-то не получилось, это последнее дело. Есть у нас у артистов тоже такое, там, что-то накосячил там что-то в спектакле, а что-то мне реплику не сказал, а этот вот вообще там вышел где не нужно. Ну, у нас как-то было одно время модное выражение, следите за собой. Начинать нужно всегда с себя, а потом уже обвинять легче всего. А ты сначала в себя загляни. Продолжение следует... Не упрыхлот иншим актрисам, які и в життей на сцене хочуть выглядать прыгожими, Анастасия про это не особо клопотится. И тумачить это так. Просто, коли-нибудь не хочеться зварятеть, за того, что молодость почти незворотно зникать. Коли я нажидаю протягивать працаваць як актриса, Ей треба шукачу сабе новая якости. Сёння яна за довольненем сыграла якую-нибудь тёточку с Гоголя, скажем, свадьцю. Наверное, я в последнюю очередь думаю о том, что я выхожу на сцену ради того, чтобы нравиться. Нет. Доставить удовольствие зрителю тоже в какой-то степени, наверное, да, но это не сама цель творчества. Нет. Не знаю, нет. Наверное, уж то, что я работаю не для того, чтобы нравиться, наверное, не для этого. Я, честно говоря, вижу даже вот в кино актрис, которые всегда красивые. Я даже если плачу, я так плачу как-то красиво. А в жизни мы же не контролируем этот момент. Если нас что-то расстраивает, то мы в последнюю очередь думаем о том, красиво я в эту секунду или нет. А всё-таки мы же добиваемся того, чтобы было как в жизни. Поэтому и страшный, и некрасивый, и какой-то хромой, кривой. Пожалуйста, если нужно. Я этого не боюсь. Нужно просто понимать, что ты уже не можешь играть того, что ты играл раньше. А если ты это объективно понимаешь, то тогда никаких проблем не возникает, и внутренних каких-то терзаний. Сейчас у меня возраст такой, старших сестёр, уже и матерей я уже не один раз сыграла, каких-то тётушек. И я это принимаю с благодарностью, а не с сожалением, что «ах, я уже никогда не сыграю Жульетту». Нет, такого нет. А придёт возраст более взрослый. Буду играть мам, тёть, бабушек когда-нибудь буду играть. И тоже надеюсь, что буду… Это тоже определённый опыт, определённая работа, какая-то новая, интересная будет. Вообще, знаете, очень интересно было переходить из разряда молодых каких-то лирических героиней в разряд мам. Причём это неожиданно случилось, когда я в «Гамлете» вдруг меня назначили на «Гертруду», нам мать, прямо скажем, не маленького мальчика. И тоже нужно было как-то это в себе побороть. За главными ролями точно не гонюсь. Для меня каждая роль интересна по-своему. Мало того, мы уже с вами общались как-то на эту тему. У меня одна из моих любимейших ролей в эпизодической роли в спектакле «Пойти и не вернуться» была, и она была совсем не главная. Десять, там, пятнадцать минут на сцене. Но я до сих пор с большой нежностью к ней отношусь и вспоминаю, когда меня спрашивают про какую-то вот назовите роль, и у меня почему-то первая вот всплывает маня. Ну, потом уже, естественно, были ряд и главных ролей, но это она почему-то первая. Ну, как-то, может быть, вот душа к ней больше лежала. Я так и знала! Тоже мне! А не завтращик! Он его соблазнять будет! И служение, и служение медика! Ой, а он лех-то! Ну, может, он не такой! Может, он убивать их не хочет! Ведь не хочет! Нет, конечно, не хочет! А то он в лес! Он же тихий! Он тихий! А он же курицы не обидит! А то он в лес! А! А вот и не ладно! Вот и не ладно! Ах, ты, партизан! Не глядячи на тое, что по своим характеры Настасья Задорана николю не претендовала на ролью примы у театры, а маль кожная ее роля не заставалася незауважены. Крытаки завсёды означали поглыбленный психологизм актрисы, докладную нюансировку в образов и разом с тым яркую, знишную выразность малюн короли. Скульптурно окресленные, правильные и высокородные рисы твару, глубокие в очи веры. Знишность актрисы надзвучай эффектная и выразная, дозволяя ей и в кино сдыматься. Алина тое, и она мая свой пункт лечения. Я не отношусь к кино плохо. Я бы даже сказала, я к нему просто не отношусь. В том смысле, что для меня это какая-то другая, у меня хотя в дипломе написано актриса театра и кино, это какая-то немножко другая профессия. Потому что там нужны другие приспособления, другие навыки. У меня, наверное, может быть, если бы я занималась бы этим постоянно, они бы были, а у меня, наверное, их нету, поэтому мне и сложно. И я говорила, и могу еще раз повторить, для меня кино вообще в последнее время это такое искусство оператора с монтажером. режиссер, оператор, монтажер. Артиста нас сняли, 185 дублей, потом нарезали, как надо, и так все красивенько получилось. А актер как-то отошел на задний план. Уже очень мало кино, где снимаются одним кадром или большими сценами. снимают так, репличка, 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 чик, репличка, репличка. Поэтому, не знаю, мне кажется, что в театре в этом смысле мне, во всяком случае, интереснее существовать, чем в кино. Хотя я вот буквально в июне месяце ездила сниматься, и сейчас, вот еще в августе поеду. Мне это интересно чисто вот как смена обстановки. Ни в коем случае, даже я как работу не очень рассматриваю. Уея дивные односины с лесом, и быцем леза оседу спрыял, и дверы прячинял, а ли не песю, трыма у строгости, а часом, кали зазяваться, с размаху гэтыми самыми дверами ляпал. Только поспеваю хиляться, кап по носе не трапила, тинагу не брышамила. Наверное, это судьба, да. Я стараюсь думать о том, что она ко мне благоволит. В том смысле, что все, что не делается, все это делается во благо. Яна, актерское дитя, зафанателая на театральном мастасте. У ее такая группа криви, якая, не дозволяя, не выходит на сцену, призналась одной, Настасья Задорана. Лучшись, пироканавшая яркая. Те неправда. Не меньше пироканавшая актересса и у своих ролях на сцене, якой вось уже 20 годов отдана служить. И репертуарный спис, якой перевалил за 60 ролев. Колисти, хотелось, у лиричной драме сыграть, колисти, у детективе. А зараз хочется сказать летошу, что си вельми важная. Яна, майя на это право. Да, ты не со мной, ты жизнь моя, ты звездная. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...